Всем привет, с вами Дэмастер, и сегодня я расскажу вам о 8 фермах в Майнкрафте, которые должен построить каждый. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь это мотивирует снимать новые видео. А также давайте наберем 3000 лайков под этим роликом. Погнали! У тебя 100% бывали случаи, когда тебе не хватало ниток. Так вот, ферма пауков не только даст тебе огромный запас нитей, а также будет служить фермой опыта. Тебе понадобится спавнер пауков, 32 любых блока, 18 любых полублоков, 3 таблички, 3 железных люка, 3 ограды, 3 воронки, 3 сундука, 5 блоков деревянного забора и 2 ведра воды. Данже тебе нужно будет очистить территорию так, чтобы комната стала 9х9х9 блоков. Над спавнером должна быть высота в 5 блоков, а под ним 3. Затем налей воду в 2 противоположных угла. А чтобы вода потекла дальше, убери блоки вот так. После тебе нужно будет выкопать туннель 6 блоков в длину, 3 в ширину и 2 в высоту. Здесь поставь таблички, также прикрепи спавнер к потолку с помощью забора. В конце туннеля нужно будет выкопать яму 3 на 3 блока. Здесь тебе нужно будет поставить сундук, воронки и блоки стен, а сверху поставить каменные плиты. 3 блока булыжника, а под них железные люки. В конце тебе просто нужно будет убрать факела возле спавнера. И все, твоя ферма пауков готова. В версии 1.20 в игру добавили бамбук, благодаря которому появилось еще больше блоков для строительства своей базы. Поэтому настоятельно рекомендую тебе сделать эту ферму. Тебе понадобится сундук, воронка, блок грязи, бамбук, несколько любых обычных блоков, редстоун, поршень, наблюдатель и 10 блоков стекла. Сначала ставим сундук, напротив него воронку, а на нее блок грязи. На грязь мы садим бамбук. Затем ставим 2 блока вот таким образом. На этот ставим поршень, а на соседний редстоун. На поршень ставим наблюдатель. Потом закрываем его стеклом вот таким образом. Автоматическая ферма бамбука готова. Поздравляю тебя, ведь теперь у тебя всегда будет много бамбука. Ферма булыжника достаточно полезная вещь, ведь с помощью нее тебе не придется каждый раз спускаться в шахту и выкапывать там новые вещеры. Тебе понадобится 2 сундука, 4 воронки, 45 любых блоков, 1 любой полублок, деревянный люк, 4 ведра воды и лавы. Для начала тебе нужно поставить таким образом 17 блоков камня. С этой стороны поставить воронки, а с другой, ближе к краю, сундук. Теперь ставь второй слой камня, но только по краю. Вот тут ставим каменный полублок и деревянный люк. Заливаем сверху все пространство водой, а потом строим третий слой из камня, но чуть поуже. Получившиеся отверстия заливаем лавой. Вот теперь-то мне не нужно переживать из-за запасов булыжника, когда я буду строить свой новый проект. Ферма цветов, или как ее еще называют, ферма красителей. Очень сэкономит ваше время, ведь теперь не придется бегать по всему миру в поисках различных цветов для декора и создания нужных красителей. Для создания этой фермы тебе понадобится 42 булыжника, 18 поршней, 18 штук ретстоуна, 6 воронок, 4 наблюдателя, 2 нотных блока, 1 раздатчик, 1 сундук и 100 костной муки. Сначала выкопай вот такую фигуру, размером 12 на 11 блоков. Заполни ее булыжником. На той стороне, где 11 блоков, тебе нужно выкопать 9 из них вот таким образом. Затем поставь туда поршни, а за ними редстоун. С обоих краев поставь нотные блоки и наблюдатели. А с другой стороны тебе нужно будет выкопать полоску земли. В центре нашей фермы выкопать дыру в 2 блока, поставить туда раздатчик, дать ему забрать себе блок земли, а затем закрой его землей обратно. Теперь тебе нужно будет выкопать тоннель к раздатчику. Для удобства выкопай небольшую комнату, поставь 2 наблюдателя вот таким вот образом и закопай эту комнату обратно. В туннеле поставь воронки, а на последнюю воронку сундук. Оставшийся участок закрой землей. В сундук положи костную муку. После нажмения на оба нотных блока, костная мука будет выращивать цветы. А благодаря механизмам они будут сразу же убираться и на их месте будут вырастать новые. Наслаждайся бесконечным запасом цветов и красителей. Железо один из самых часто используемых ресурсов в игре. Поэтому ферма железа очень полезная вещь. Благодаря которой ты забудешь про постоянные походы в шахту. Для фермы тебе понадобится 48 факелов, 28 лестниц, 12 деревянных люков, 12 кроватей, 9 воронок, 9 табличек, 8 любых полублоков, 8 калиток, 4 ведра воды, 4 лодки, 2 сундука и 1 ведро лавы. На большом ровном поле тебе придется выкопать квадрат размером 9 на 9 и на 2 блока. Теперь в каждый угол нужно налить ведро воды. Убедись, что вода не доходит до центра. Теперь размести рядом с этим блоком 8 калиток и открой их. После чего встань в самый центр и выкопай яму размером 3 на 3. В глубину должно быть выкопано 30 блоков. Когда ты доберешься до самого низа, то выкопай небольшую комнату сбоку, как показано на видео. Развернись и поставь сундук с воронками, а над ними 9 табличек. На табличке тебе нужно будет вылить лаву, не беспокойся, они не сгорят. Снова развернись и выкопай туннель длиной в 7 блоков. После этого начни копать вверх, параллельно ставя лестницу. Теперь ты легко можешь спускаться и подниматься. Отсчитай 3 блока диагонально и на 3 выкопай 3 блока, как показано на видео. А затем копай еще 6 блоков в глубину. После этого нужно сделать комнату 3 на 2 на 3 блока. Убедись, что выкопал комнату сбоку от участка с водой. Затем в этой небольшой комнате тебе нужно поставить кровати. 2 каменных полублока и люк. Теперь выкопай за ним еще одну комнату размером 3 на 2 на 2 блока. Убери вот эти блоки и поставь на пол 7 факелов, чтобы здесь не спавнились мобы. В самом центре поставь лодку и сделай земляную лестницу вверх, ставя на каждую ступень факелы. А затем поставь сверху люки и открой их. Сделай все то же самое с тремя оставшимися углами. После этого перевези жителей на лодках в 4 комнаты с кроватями. Туда, где мы ставили 2 деревянных люка, нужно заманить зомби. Он спустится, сядет в лодку и будет пугать жителей. Ферма готова. Каждый раз, когда зомби будут пугать жителей, они будут спавнить голема, который будет появляться в области с водой и падать вниз в лаву. Так получился бесконечный фарм железа. Убедись, что поблизости нет пещер, иначе големы будут спавниться там. И ферма не будет работать корректно. Ты тоже постоянно устаешь собирать урожай из грядок? Уверен, что да. Поэтому автоматическая ферма сбора урожая тебе точно пригодится. Для нее тебе понадобится 21 любой полублок, 2 ведра воды, 1 забор, раздатчик, кнопка и любые семена. Для начала построй вот такой вот квадрат размером 5 на 5 блоков. В центр сломай блок и налей туда воду. Закрой это полублоком. На него поставь забор, а на забор раздатчик. Теперь самое сложное. Тебе нужно сделать так, чтобы все стороны раздатчика были одинаковые. На видео я показал, как это сделать. После этого поставь на него кнопку, а вовнутрь положи ведро воды. Дело остается за малым. Вспахай землю и посади какие-нибудь семена. У меня, например, будут семена пшеницы. Когда пшеница вырастет, просто нажми на кнопку, раздатчик выльет воду, и пшеница автоматически будет собрана. Чтобы вода перестала литься, просто нажми на кнопку снова. Хочешь поиграть с другом в снежки, но у тебя практически их не осталось? Ферма снеговая может тебе исправить эту проблему. Тебе понадобится 17 любых блоков, 10 оград, 3 стеклянных панели, 2 блока снега и тыква. Сначала тебе нужно построить вот такой вот квадрат размером 3 на 3 блока. Затем поставить блоки стен вот таким образом. Сверху поставь строительные блоки так, чтобы в центре была пустота. Там, где нет оград, ставим стеклянные панели. И после внутри мы ставим 2 снежных блока и тыкву, для того, чтобы у нас получился снежный голем. Теперь под его ногами всегда будет снег, а благодаря этому отверстию его будет очень легко собирать и выполнять свои запасы снежков. Следующая ферма, это ферма с бесконечным источником лавы. Для нее нам понадобится 45 любых блоков, 26 любых полублоков, 11 блоков стекла, 11 капельников, 11 котлов, 7 рельс, 2 красных факела, 2 электрические рельсы, 1 вагонетка и несколько ведер лавы. Сначала нам нужно будет поставить все 11 котлов в ряд, а над ними через 1 блок нужно поставить блоки. Тоже 11 штук. На них подвешиваем капельники, затем ставим вот таким образом стекло и строительные блоки. И строим нашей ферме крышу из полублоков. За капельниками мы также ставим блоки. Как уже можно заметить, лава стекла в котел через капельники. Однако, чтобы ее было проще собирать, то сделаем следующее. С обеих краев, как показано на видео, мы делаем яму глубиной в 2 блока и ставим на дно красные факела. Закрываем ямы и ставим электрические обычные рельсы вот таким образом. Теперь мы сможем удобно собирать всю накопившуюся лаву, катаясь на вагонетке. Ну а на этом сегодня все. Надеюсь, благодаря этому видео вы узнали много нового о Майнкрафте. Напишите в комментариях, что из этого вы нигде раньше не видели. А также поставьте лайк и подпишитесь, если еще не подписаны. Ну а с вами был я, Демастер. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok